всем привет с вами я дмитрий фреско и дельнорте игорь я задавал вам вопрос на канале что вы хотите узнать об америке от игоря об америке об америке да так ну значит вы накидали мне вопросов поехали как разнятся цены на мясо овощи и вкратце продукты в общем и допустим в америке очень сильно популярно движение за органическую еду и как бы на этом в америке делать большие деньги есть специализированные магазы магазины где продают очень дорогое мясо допустим это один из таких магазинов whole foods market там продают мясо от коровы и допустим которая ходила по земле кушала травку и и гормонами не пичкали почем но давай простые ки допустим в америке не продают все по килограммам там продаются в паундах и один паунд это где-то 450 грамм так вот за стейк за хороший цены начинается где-то с 10 долларов за паунд это 450 грамм то есть за килограмм это будет это 20 долларов и ты можешь купить мраморное мясо которое будет стоить допустим 100 доллар 100 долларов где-то за 400 грамм за фунт яблок сколько вопросе можно купить на распродаже за 99 центов можно купить хорошие яблоки допустим ну там за за 2 доллара за паунд для сравнения в наших краях не могу говорить за всю испанию но в наших краях нашей деревне минимальная цена за килограмм яблок будет где-нибудь 1 евро то есть это получается что в америке доллар 40 чуть побольше даже да чуть побольше то есть вообще в европе все дороже я я вот вот приехал я вам скажу в европе все дороже следующий вопрос качество продуктов цена на них отношениях гмо добавкам с индексом е очень просто гмо отношусь абсолютно спокойно в этом нет ничего плохого блюда которые после переезда в другую страну вошли в стандартный рацион хотя до переезда к ним было прохладное отношение в америке мне нравится стейк так как я живу штате нью-мексика мне нравится пару блюд это допустим там есть такое блюдо которое это перец на фаршированный сыром вот принципе классическая американская да мне тоже очень нравится это жареная допустим курица с пюре барбекю мне тоже нравится но я ем его в ограниченном количестве потому что не очень полезная еда следующий вопрос здравствуйте очень интересует что с каналом игоря уже очень давно нет новых видео претензии спасибо большое дело в том что я хочу показать изюминку и хочу показать особенность каждого рецепта так как я не профессиональный повар иногда у меня занимает очень много времени отработать эти рецепты допустим вот рецепт самсы который я делал самса по узбекски она вошла в топ youtube чтобы сделать этот рецепт мне заняло три месяца потому что когда я готовил я пытался воссоздать вкус вот этого детства вот это вот самсу когда ты приходишь на базар когда ты ее откусываешь она хрустит и тает у тебя во рту и вот этого я не смог воссоздать вот так вот сразу поймите продукты другие нету дубы это жир который там на папе до курдюк нет этих продуктов и мне пришлось вот из того что у меня есть делать и это заняло три месяца второе у меня хроническая проблема с времени я очень уважаю диму за то что он делает два видео как положено как обещал он держит свои обещания я обещал сделать плов я обещал сделать манты но будет время я обязательно сделаю и я очень как бы буду стараться чтобы они появлялись почаще как меняются вкусовые пристрастия человека при переезде с континента на континент или привычка вторая натура очень сильно меняются потому что когда ты приходишь в магазин упаковка другая бренды другие а кроме того ты покупаешь пробуешь какая-то фигня за нам заняло где-то три года чтобы мы нашли какие-то продукты которые были похожи на то что мы ели я до сих пор перестраиваюсь но я люблю путешествовать по миру я люблю пробовать вот сейчас я в испании приехал я сегодня мучил там двоих местных потому что мы пришли в даунтаун и в даунтауне нету хорошей традиционной еды поэтому мы постараемся поехать куда-то там на закоулке чтобы там покушать ихнюю настоящую еду сравните пожалуйста америку и испанию с бюрократической точки зрения получение справка разрешение прочее ну можно сказать про америку как-то получить справки разрешения я испании я вот так скажу моя я открыл бизнес в америке это было для меня большим шоком вся процедура на оформление бизнеса чтобы мне дали как бы разрешение работать под ключ заняло 5 минут и стоило мне 5 долларов вот она бюрократия рассказываю по поводу испании во-первых испанцы не могу говорить за всех испанцев я могу говорить только за регион в котором проживаю да то есть между валенсии аликанте бытует мнение что испанцы вечные маньянщики маньяна завтра значит да так вот оно абсолютно верно очень большая редкость когда испанец что-то пообещал сделать четко и четко по времени это сделает для него маньяна это значит потом они завтра это потом может длиться вечно процедура оформление здесь это пинать 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 ни в коем случае не ругаться потому что испанцы вас просто не поймут они типа ты чё нервничаешь кофейку выпей расслабься все нормально ну вот поэтому даже время оценить на получение их справок практически невозможно это может быть если вдруг случайно попал на какого-то супер-купер ответственного работника скорее всего не испанца а приехавшего испаноговорящего там из аргентины еще откуда-то приехавшего и все произойдет быстро но в подавляющем большинстве случаев это не она да это не поддается объяснение пройду давай пройду а то да щас 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 так это чувство вопросов задали там вообще много я думаю просто успеем все так о чем вы скучаете чего не хватает да и что у нас вкуснее что мы не оцениваем если есть такое у нас от наверно там да еще раз повторюсь я с узбекистана и у нас я очень скучаю по культу еды американцы они очень просто относятся ко всему у нас сидишь там допустим до приготовить плов это не просто плов то есть собирается друзья там заказывается барашек там делается что-то особенное для тебя готовят и так далее это культ это так как меня воспитывали в америке пришел поел вышел следующий вопрос интересно что едят чаще всего в америке и в испании на завтрак на обед и на ужин чаще всего американцы едят классическую американскую еду это жареные яйца бекон ну и что самое проще приготовить там хэм разные там и так далее кофе пьют кстати то что вот меня это завтра да ты причем кофе пью до того как они позавтракали теперь про испании среднестатистический испанец проснулся выпил стаканады или стакан молока проснулся он рано и пошуршал на работу что в 10 в 11 у него ланч вот он пойдет на ланч и скорее всего выпит чашку кофе и съест бакадию бакадии это закрытый бутерброд багет как правило он может быть сыром он может быть с протертыми томатами вот мы поняли томат натерли его посыпали солью добавили масло все средства может быть с хамоном и с сыром причем хамон может быть как вареный классическая ветчина так и хамон с ирана то что вся россия понимает поскольку он кушает 10 часов работой когда вообще это хороший вопрос хороший вопрос меня это кстати удивило я возле два дня и я в шоке испанцы во-первых очень любит веселиться и отдыхать если посмотреть на производственный календарь испании то у них с количество праздников чуть чуть больше чем количество праздников в россии но при этом просто стандартно день перед такими праздниками у испанцев практически официально будет выходной то на вот не выйдет день после праздников тоже выходной то что нужно отдохнуть после праздников и фиесто сестры фиесто так мне задали вопрос дмитрий у меня вопрос к вам вы всегда даете во всевозможные физико-химические комментарии по поводу пузырьков и прочего что чем взаимодействует поделись откуда все знаете да книжки читаю вот реально читаю книги и все ну и готовлюсь конечно каждому выпуску все очень просто цены на арендное жилье мне вообще качество проект качество продуктов спросили аренда жилья аренда жилья отличается очень сильно от того где вы живете и что вы хотите кстати где я живу там очень недорогое жилье у нас дом где-то три спальни два туалета два душа и примерно ну чё там 1000 долларов за дом в месяц если вы его купите то есть берется ипотека на 30 лет на 15 как вы хотите то есть очень комфортно жить если вы переедете если арендовать такой дом будете платить также а расскажу как в испании обстоит дело с арендой и прочим здесь есть такое явление как оккупасы 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 да оккупасы оккупас да на название допустим значит испания долгое время жила на американские деньги да да то есть кредиты для евросоюза были совершенно копеечные соответственно евросоюзовские банки выдавали под совершенно вот смешной процент деньги на ипотечное строительство и испанцы надо я слышал это было где-то лет восемь назад да и испанцы чуть чуть даже раньше началось испанцы радостно соответственно брали эту ипотеку строили жилье и прочее причем строили они жилье с точки зрения продажи они для себя то есть условно говоря сейчас у каждого испанца я утрирую но каждый испанцы есть свое жилье и у очень многих есть жилье которые посолили в ипотеку за которой нужно платить деньги но после того как перестали покупать это жилье рынок недвижимости было раздут на банке стали отбирать это самое жилье и результате сейчас у банков чудо на балансе чудовищное количество жилья которое никому не нужно пустой стоит в результате сейчас огромное количество жилья пустого это самое пустое жилье как банковская так и не банковская в него вселяются незаконно люди рисуют на коленке какую-то бумажку якобы они взяли его в аренду еще что-то приходит владелец но если банк банк узнает дело наплевать как правило а если это живой владелец то владельцу не наплевать и их выселить невозможно только через суд в прошлом году приняли закон согласно которому такие дела принимать к рассмотрению в ускоренном порядке за две недели принимает решение суд до этого может было год и два судиться не она да вот два судиться в твоем своем жилье живут другие люди а ты вы если этих не можешь ты не можешь даже на прийти в их отсутствие и поменять замки потому что тебя посадят за это поэтому сдавать в аренду жилье чего-то потому что прекратил прекратили тебе платить деньги обращайся в суд сейчас за две недели вопрос решат вынесут все из твоего дома и загадят стены и прочее уже в общем порядке иди судись с этими товарищами ничего ты не отсудишь три года пройдет у них денег нет были бы деньги они так не заселялись короче серьезная проблема следующий вопрос все так там страниц много 10 дима спроси пожалуйста сложно ли открыть в плане разрешения собственными производства деликатесов то есть не просто бизнес а производства продуктов питания в америке открыть бизнес вот я вам сказал мне это заняло пять минут есть очень такие интересные моменты допустим штате нью-мексико по закону ты не можешь ту еду который ты будешь продавать ты не можешь ее продавать если она не приготовлена на коммерческий чем коммерческая кухня до коммерческой кухни то есть это ресторан то есть она должна пройти сертификацию если вы проедете буквально в другой штат в колорадо допустим ты там можешь на своей кухне домашней приготовить любую еду и ты можешь ее продавать то есть зависимости от того где ты находишься будут отличаться правила что-то приготовить это небольшая проблема самая главная проблема это найти сбыт а вот здесь уже большие комп корпорации которые тебя возьмут за яйца я прошу прощения и выйти на какой-то магазин очень сложно потому что рынок очень в плане еды перенасыщен и чтобы договориться чтобы твой продукт продавался в какой-то сети там вот вот в этом проблема проблема сбыта говорят что в сша сахар не сладкий соль не соленая и так далее правда очень тепло отношусь к россии я очень тепло отношусь к людям которые живут там в россии в узбекистане вообще на постсоветском пространстве вот прям крик души почему очень много плохих комментариев про америку почему вот не любите вот такое негативное отношение вы поймите что политика это политика люди это люди поэтому и да в америке и есть свои проблемы они есть и в россии везде но люди они везде люди и они очень доброжелательно допустим американцы вот я давно хотел рассказать несмотря на то что вот происходит сейчас между там россии и там вот этими дебильными санкциями там это далее вы поймите это это все политика вообще у меня никогда не было что ты типа там езжай свою россию там и задали это просто ну даже в мыслях не поэтому сахар сладкий соль соленая все нормально отлично так о провокационный вопрос пусть игорь подробно разъяснит кто такие white rush и ниггер а то всем некоторым нашим идет о молочной реке с кисельными берегами кажется ну давайте так во первых я русский да то есть я эмигрант и только мои дети они будут американцами поэтому многие вещи для меня допустим они непонятны есть везде люди воспитанные и невоспитанные я никогда себе не позволяю как-то неуважительно кому-то относиться и мне абсолютно без разницы вот я очень толерантен к людям потому что я очень много видел встречал людей разного цвета кожи разного там мировоззрения здравствуйте меня интересует какой процент от зарплаты уходит на еду комуналку и прочее я всегда говорю что я бедный русский еврей в зависимости от того сколько вы получаете я так думаю что жилье она везде дорогое самое дорогое в америке это жилье опять же в зависимости от того где вы живете в больших городах как правило все ваши деньги уходят на жилье то есть если вы там платите я живу в небольшом городке у нас жильем вообще нет проблем это очень доступно но в маленьких городах зарплаты меньше а в больших городах люди получают гораздо больше на порядок то есть там получает 5000 долларов в месяц там 10000 долларов это нормальная зарплата но они с этого потому что налог заплатит в конце года конечно ты плачешь налоги но жилье допустим там ты можешь платить три тысячи пять тысяч десять тысяч за жилье поэтому в россии люди получают на руки условия очищены от налогов деньги поэтому когда ты говоришь россии 5000 значит 5000 не осталось а если американец получил 5000 на руки то сколько у него останется после плата налогов чтобы понимать вообще что да сколько этих денег на этот самый да значит что в америке дорого давайте так тогда разберемся то есть вот когда ты получаешь чек на руки значит туда уже как правило входит медицинская страховка медицинская страховка дорогая то есть на семью вы будете где-то платить от в зависимости от вашей зарплаты она считается где-то 200 до 500 долларов в месяц это только медицинская страховка на 4 вот на семью я плачу где 400 долларов с моей зарплаты уже вычитает кроме этого вам надо оплачивать машину страховку на машину это если у вас много аварий то она поднимается автоматически то есть я плачу где-то ну я так скажу долларов 200 за две машины по 100 долларов за машину кроме того у вас расходы на бензин так как я живу в маленьком штате у нас нету нету метро автобусами никто не пользуется то есть у вас только на это будет уходить вот как бы такие необходимые расходы это где-то ну там 800 долларов это вот надо их просто убрать за дом еще 1000 то есть вот 1800 электричество там и так далее это еще где-то долларов 300 то есть вот 2 2 2 200 этого вот вот жилье жилье да да это вот машина вот это необходимость еда она очень доступна и если вы не любите готовить дома то вы можете там макдональдс открыть двадцать четыре часа в сутки но мы не кушаем макдональдс и мы покупаем еду и готовим сами то есть еда это не проблема сколько уйдет с 5000 с 5000 на это не сам налог он отличается примерно 30 я точно не знаю 30-35 процентов с вашей зарплаты будут взимать то есть когда он говорит 5000 реально 3000 да на руки вы получите из них рассчитываете вот эти самые расходы да так следующий вопрос очень длинный да слышал что сша есть гипермаркеты в которых подают очень дешевую еду и тут сюда часто приезжают на очень толстые покупатели которые нагружают леди с горой это правда варит провал марк ну наверно с такой гир гипермаркета вот кстати да первое что вы мне бросилось в глаза это когда ты заходишь вот такие недорогие я так думаю это как ашан ну я так думаю сравнивать нельзя ну да в алмарте можно купить все от еды до то есть это единственный магазин который тебе надо знать где там можно сантехнику купить в ваша не то же самое да бачок сломался я туда поехал но там еду продают вот и когда заходишь в алмарк там можно увидеть очень много таких нестандартных больших людей есть допустим другой магазин который называется whole food market и их они разные есть в зависимости от штата вот туда заходишь там вот таких вот 200 килограммовых людей почти не увидишь потому что те люди которые приходят туда они за собой следят и я так думаю я вот хочу отдельно на счет ожирения сказать да это следующая часть вопроса следующий вопрос а много ли в сша страдающих от ожирения людей по статистике я могу ошибиться 60 60 процентов с плюсом так где национальная кухня вкуснее и полезнее национальная национальная я вам честно скажу что в ташкенте да узбекистан я считаю он входит в одну из самых пятерку лучших кухонь мира единственная там проблема еда немножко жирная но очень вкусно так дмитрий здравствует отдых не туризм хобби самих испанцев нашего с вами возраста я не могу сказать всех испанцев потому что у меня нет такого количества знакомых судя по всему они все время отдыхают до например смотрите значит у меня есть товарищ преподаватель испанского в прошлом инженер преподает по skype я у него учился он себе устраивает отпуск в августе месяце как вся испания вот и весь этот отпуск он проводит по его рассказам на пляже так следующий вопрос здравствуйте очень интересует работа повара в америке конкретно сколько составляет средняя зарплата в ресторане сложно ли иностранцу вступить на подобную работу как вообще работается в условиях условия если ты хочешь но я так думаю это не только в америке на если ты хочешь стать хорошим поваром тебе надо учиться то есть надо получать образование американцы не признают американцы они вообще считаются считать себя пупами земли поэтому если ты придешь сертификатом который ты получил там где-то тебя просто ну кажется лучший дружок но если ты получишь сертификацию вот то ты можешь найти нормальную работу если вы хотите стать и получать хорошие деньги за свой за свой труд надо переезжать в большой город где много иностранцев или где много туристов там эти бизнесы процветают так как обстояли дела со знанием языка ну и первые месяца проживание какие сложности вкратце значит когда я приехал в америку я думал что я знал английский не знал оказалось я причем прошел курсы вот был один чувак в узбекистане он проводил месячные интенсивные курсы по английскому самая главная проблема у людей они стесняются разговаривать когда мы заходили в класс нам запрещали говорить на русском языке то есть ты там бегаешь мекаешь жестами пока ты должен как-то объяснить другому человек этому там сидели там что там пытаюсь сказать вот и мы готовились к свадьбе вот целый месяц мы готовили к свадьбе и последняя задача была это вот мы садились мы принесли еду и мы садились и нам надо было говорить тосты на английском языке все вот это вот это был шикарнейший просто курс и он когда мне сказал что когда ты приедешь в америку то ты будешь открыть и действительно он меня открыл когда я приехал я помню первый момент я работал на фабрике и значит мой начальник он значит поднял огромным там машину и орёт hammer hammer я так думаю чем там орёт я бы до молоток а я я не соображаю это же стрессовая ситуация и и hammer ну что такое я значит прибегаются этот притаскиваю целую сумку всех этих инструментов ему бросаю у него пот течет он орёт короче доставит молоток бум такой взгляд у него был вот моя первая этот стрессовая ситуация когда все забываешь тяжело ли найти работу в америке если знаешь языка очень тяжело особенно сейчас это изменилось когда я приезжал был бум работу найти легко в принципе а то есть пойти там молотком где-то постучать там полы где-то мы решение на работу нужно при этом да ты должен легально сейчас этим строго раньше можно было поступать на работу и тебя не проверяли сейчас ты обязан предоставить social security карт это это уникальный ход каждому человеку даётся и вам должны подтвердить то есть того человека который наняли он нелегальный за это работодателю могут могут уштрафовать сейчас стали с этим серьёзно доброго времени суток какое самое острое блюдо и соус доводилось пробовать их хозяйка попробовать поострее вообще у меня проблема с этим я живу в штате нью-мексико и у нас перец это значит мы green chili capital of united states то есть мы столица зеленого перца в америке да это к нему очень трепетно относятся также как и там к плову в узбекистане это очень больная тема один раз мы пришли в ресторан там есть такое блюдо вот которое говорю мне очень нравится чили у я нас она называется то есть это зеленый перец его фаршируют значит сыром потом обволакивают обмакивают в тесте и бросает это в кипящее масло да и вот один раз нам подали такой перец как правило чем больше перец тем он меньше острее так вот этот перец был вот такой небольшой и я его просто не смог дает я я вспотел у меня не имел рот это было просто ужасно так такой вопрос что ты думаешь о новой российской ракете который анонсировал сам путин понятиями о чем все разговоры я очень и вот это отвечает еще на вопрос почему мало видео вы знаете у меня свой бизнес и у меня дома нету не телевизора у меня включен facebook я не смотрю ни новости не не слежу ни зачем то есть я живу в своем таком мерке делаю какие-то вещи и все про социальные расслоение интересно послушать есть такое общение она везде есть но в америке это очень сильно и вот там вот задавали вопрос в плане жилья жилья связаны со школами и почему вы платите налог на дом и вот этот налог на дом который вы платите он уходит в школу то есть это на оплату школы по конституции значит штат должен оплачивать обучение вашего ребенка то есть если ваш дом стоит миллион и вы платите с него налог он будет гораздо больше если ваш дом стоит на 100 тысяч вы поняли разницу то есть чем дороже дома тем лучше школа то есть у них лучше компьютеры у них лучше учителя там и так далее очень большая связь поэтому американцы как правило вот здесь начинается расслоение общества когда чтобы ваш ребенок пошел в хорошую школу вам надо жить в хорошем районе чтобы жить в хорошем районе надо иметь деньги чтобы платить за этот дом здравствуйте как попали в испанию она это я был ли это трудный шаг почему именно испания испания все очень просто когда у меня появилась возможность работать не в офисе а удаленно стал вопрос куда перебраться я выбирал из европейских стран какие сравнивал англия сравнивал италию испанию германию но францию даже не рассматриваться франции не понравилось получилось так что из всех этих названных ною стран испания была самой дружелюбно настроенный самый готовый помочь в плане отношения людей вот это сказалось мне простой вопрос какой кофе самое вкусное отличный вопрос фанат кофе сидит не только в кофе самые вкусные зернах в этих странах самое вкусное какое кеме дабл эй мой самый любимый очень ароматный очень вкусный я пью кофе холодной заварки в основном но у меня дома где-то примерно ну сейчас если чтобы не соврать где-то 20 разных кофе-машин и я зависимости от настроения выбираю то кофе который попить второй мой предпочитаемый метод это эспрессо для эспрессо как правило берут зерна более прожарены вот для колбу я беру зерна медиум то есть это средней прожарки вот но иногда хочется чего-то такого необычного тогда экспериментирую там с разными методами вот так следующий вопрос приличная медицинская страховка по деньгам в испании сша ну в испании приличная страховка на человека зависит от возраста но если для меня она начинается с 60 евро на человека в месяц но в америке начинается я так думаю 80 долларов на человека и выше так хорошо значит следующий вопрос люблю кулинарию ближайшее время планирую ехать в европу для развития получения опыта если смысл ехать в америку обычным поваром или зарплаты для аренды жилья и жизни будет низкой может стоит ехать с видом на су-шефа шефа перед тем как ехать вам надо все-таки задуматься над образованием здесь в нью-йорке очень хорошая кулинарная школа если нет денег на это образование я советую все-таки пройти хотя бы какие-то курсы получить корочку скорее всего на начальном этапе денег не хватит если вы не по не попадете в хорошее место рынок очень жесткий туда вы поймите что туда приезжает в америку съезжаются все сливки и пробиться вот там очень сложно на первом этапе потому что вы должны себя проявить и кому-то что-то доказать сделать имя да сделать имя оба канала интересны как познакомились как познакомились через интернет сложно ли приобрести недвижимость с сша да нет если деньги есть никаких проблем лакану заплатил еще да единственное вы должны там как-то легально находиться купить дом а надо будет заплатить если вы хотите дом целиком купить то вообще не проблема а если вы хотите первый дом купить то надо заплатить 20 процентов по стоимости то есть если вы хотите купить дом за миллион у вас должно быть 200 тысяч наличных кредит там фейма да я кредит юрий третяков какой компания пишите дима передай игорю что он засранец мало того что редко его видно так честь лимит когда у нас 3-4 часа ночи лет ему из липецка да так вот и пытался как-то общаться с аудиторией пытался стримить но я с этим делом завязал потому что очень сложно там 5-минутный рецепт растягивается на 2 часа и в итоге еще и ночь у вас там в общем завязал с этим да какой марки ножами предпочитаешь пользоваться и если самуру в сша передо своих ты делал ножевых дел мы сыра есть то такое самура это бренд российский бренд ножи и делаются заказываются там в этих самых но в других странах продается в россии да в россии я вообще не слышал про самуру надо написать самуру что в америке тоже пыталась пробиться на рынок а в плане ножей у меня нету когда я приехал я пытался там найти немецкие марки ножей вот но американские ножи очень хорошие у меня chief night то есть большой нож у меня есть точилка вот но я в плане детей боюсь я не разрешаю им пользоваться большим ножом у них есть небольшой ножичек которым они там работают а у меня я очень на самом деле простой человек мне много не надо но в плане еды я привередливый вот в америке распространен eating out питаться вне дома на тебя это тоже повлияло не они не я во первых я очень так щепетильно отношусь к идее один раз я на годовщину своей свадьбы жены отвез жену в самый хороший ресторан в нашем городе нам подали красивую курицу все было хорошо я по запаху чувствую что-то не но так как мы в дорогом ресторане мы пришли на нашу годовщину мы покушали эту курицу отравились оба так ну очень много вопросов чтобы давайте на этом дело завершу последний вопрос задаю так прошу прощения за личные вопросы но если есть возможность пожалуйста ответьте почему вы приехали в испанию там и сша но в испании почему приехали рассказал сша что повлияло на выбор страны почему сша значит когда советский союз развалился и так далее у меня там в узбекистане был там бизнес там и так далее были вот кто-то задал насчет вопрос бюрократии тогда я понял что если я сейчас что-то не поменяю тогда мне было когда я пример приехал в америку мне было 22 года и я тогда уже понимал что если я что-то тогда не поменяю я не смогу дальше находиться там это было очень сложное время для тех кто сейчас молодой он может быть не совсем это понимает там очень многое изменилось и тогда я начал смотреть страны куда я могу переехать и мы выбирали тогда австралию мы выбирали тогда болгарию выбирали америку и так получилось что мы выиграли грин карту в америку и мы решили да просто не думать и мы приехали в америку то есть случай я я знаешь я очень везучий по жизни человек но мне везет один раз в чем-то то есть потом мне не везет но все-таки да мне везет по большому мне повезло женой мне повезло как бы во многих вещах но самое главное мне везет в людях я в своей жизни очень благодарен многим людям которые мне помогали которых я встречал и цените тех людей которые что-то вам делают и к вам хорошо относятся это самое лучшее что у вас может быть в жизни это вот на такой ноте я хочу закончить отлично ну огромное спасибо за интервью надеюсь вам понравилось я думаю что может быть игорь еще раз там приедет когда-нибудь может быть дима к нам а может быть я туда приеду деревню деревню огромное спасибо за компанию всем пока пока это наверное ты ставь ставишь в концовку потому что я к тебе не просто так приехал я просто так и вот меня мучил два часа сейчас я тебе отомщу за это значит значит ну америка она с чем связано вот тебе американская жвачка подарок да спасибо детям уже так вот потом у меня есть подарок насчет кофе ты вот какой цвет хочешь ну например вот такой вот так скажет смотри это не просто штука ты правильный выбор сделал значит вот у меня здесь лопаточка будешь мешать кофе она сделана вручную я сам лично шлифовал такая штука но это кофемейкер то здесь фильтр здесь пьют эспрессо вот здесь двойной фильтр сюда насыпаешь кофе размешиваешь а если нормальное измельчение то ты закрываешь то есть здесь не эспрессо здесь надо покрупнее для френч-прессо и вот отсюда вот и пьешь то есть когда ты закрыл кофе остается зерна внутри смысле кофе да а ты здесь пьешь обалдеть да это типа термос такая штука да обалдеть спасибо огромное но я тебя щас буду мучить я тебе привез это орех который называется пико пико и в америке вот очень один из самых вкусных сладостей потому что американские сладости мне не очень нравится но там есть пикан пай и вот я хочу чтобы ты на своем канале приготовил пикан пай потому что это настоящий пиканские орехи вы не поверите я только вчера рассматривал ролики с тортом который мне понравился я вижу пикан думаю надо вообще изучить этот вопрос но это было уже поздно я думаю ладно я приеду и после этого говорю ты понимаешь вот оно все к одному идет все к одному вот тебе хватит как раз отлично настоящие сырые орехи в общем приготовься я копчу кстати были на корее пикана продукт понятно они у нас штате немексико растут огромное спасибо огромное спасибо и вот теперь пока